Некоторые наши западные партнёры, наверное, привыкли, что очень часто молдавские политики приезжали в Брюссель или в Вашингтон и говорили то, что нравилось чиновникам Европейского Союза, Соединённых Штатов. Я им говорил честно, открыто, говорю, ребята, вы должны быть готовы к тому, что я буду говорить то, что происходит на самом деле. Я неоднократно говорил, и буду дальше проводить чёткую и ясную позицию, я не буду менять своё мнение в зависимости от столицы государства, где я нахожусь. У меня была единая позиция и во время своего официального визита в Москву, и у меня единая позиция, та же позиция в Брюсселе. Самое важное, что это та же позиция и то же мировоззрение, которое я придерживался последние 4-5 лет активной моей политической деятельности. Есть ли какие-то проблемы, есть ли какие-то трудности в общении с европейскими чиновниками, я это не почувствовал. Была открытая, честная, откровенная беседа. Я им сказал открытый, ребята, то, что вы делаете последние годы в Молдове, оно влияет плохо для вашего имиджа, потому что люди вам не доверяют. И не надо убеждать президента. Кто-то говорил, давай, Дадон поедет в Брюссель, и там его убедят, что надо быть другом с Европой. Мы не хотим войны с Европой, мы хотим дружить с Европой. Это наши соседи, у нас общая граница, мы торгуем с Европой, здесь есть инвестиции. Но в соглашении об ассоциации, которая внедряется в последние два года, мы видим, что есть проблемы. И со всеми этими аргументами, конечно, у нас была открытая дискуссия со всеми, и с юнкерами, и с тусками, и с Магериней, и с другими нашими партнерами. Мне кажется, что они услышали. Мне кажется, что для некоторых из них наконец-то стало понятным, что Молдова давно уже не история успеха высочного партнерства, как они кричали и хвастались последние 2012, 2013, 2014 год на разных форумах. Они должны понять, что политику европейской интеграции вот этих чиновников, в основном бывших, потому что тогда были другие чиновники, в Молдове провалилось. Надо что-то делать, надо что-то менять. Продолжение следует...